Друзья мои, на этот час и минуту, а сейчас 15 часов 19 минут, 8 марта, пока что имеются следующие сведения, что идут, продолжаются поиски мальчишек, которые вчера, 7 марта, 8-летний Леон Иерослав Джиджоевы и 11-летний Арсений Сидор ушли из дома по улице Соболева и до сих пор не вернулись. Вот такое Сальвар давал сообщение. А сегодня, 8 марта, поступило сообщение из Главного управления МЧС России по Смоленской области о том, что из Днепра, из реки Днепр все-таки, в районе улицы Набережная Горького, это недалеко от места, где проживали ребятишки, водолазная группа подняла тело ранее утонувшего ребенка. Что за ребенок, значит, кого из этих троих опознали в этом ребенке, что такое ранее утонувшего ребенка, пока что, так сказать, никаких сведений нет. И спасатели передали тело, извлеченное из воды тело погибшего, сотрудникам полиции, которые сейчас выясняют обстоятельства гибели и причину смерти устанавливают с помощью судебных медиков, судмедэкспертизы. Вот такие обстоятельства, друзья мои, я буду вас держать все время в курсе. Значит, мы видим, что уже известно место, набережная Горького, улица называется. Известно, что в реке Днепр обнаружено тело подростка. Не говорится даже, один это из трех этих пропавших, или совершенно другой мальчонка. Даже не подросток, это малолетки, так сказать, до 14 лет это малолетки. Или до 12, по-моему, лет считаются. А им, вы видите, значит, 11 лет и 2 по 8 лет. Видимо, эти два брата-близнеца, я так думаю, Джиджоевы. Господи, Боже мой, значит, двое других пока не найдены. Если это один из трех пропавших, то двое других пока не найдены. Поиски реки Днепр продолжаются, вода высокая, вода страшно мутная, льдинки мешают и так далее, и тому подобное. И течение довольно-таки быстрое, которое способствует тому, чтобы, если мальчики утонули, то их тела будут найдены дальше, 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 вниз по течению. Печально. Печально, друзья, тем более сегодня всемирный женский праздник. 8 марта. Я буду держать вас в курсе. Пока. Заглядывайте на мой канал, чтобы тоже быть в курсе.